Глубоко уважаемый председатель, коллеги, прежде всего хотелось бы поблагодарить Оргкомитет за предоставленную возможность выступить на столь уважаемом форуме. Тема нашего доглада – выбор тактики лечения при достижении полного клинического ответа после химио-лучевой терапии. Есть ли место локальному исчению? Конфликта на детстве у нас нет. И прежде всего хотелось бы отметить, что тематика, о которой мы сейчас обсуждаем, и возможность органно-сохраняющего лечения рака прямой кишки, и все это напрямую связано с протеоконологическим прогрессом в плане лучевой терапии. Современные аппараты для лучевой терапии, 3D-комфортное планирование позволяют нам получить те результаты, которые мы сейчас обсуждаем. И если сравнивать с возможностью подведения дозы сейчас и то, что было использовано ранее, то это именно, как вы сказали на слайде, сравнивается как сравнить пушку с высокоточным наведением. В отличие от классических докладов по лечению рака прямой кишки, по камьерному лечению рака прямой кишки, в которых мы ссылаемся на работы 80-х-90-х годов, тема «watch and wait» полного клинического ответа эволюционирована на наших глазах. И произошло это в 2004 году, когда профессор Анджета Габбергамма представила результаты лечения, в которых сравнивало отдаленный результат лечения пациентов с полным клиническим ответом и пациентов, которые выполнялись с неполным ответом, которые выполнялись с радикальной резекцией. И отдаленная общая пациентная выживаемость в группе с пациентом с полным ответом была 192% соответственно. Сказать, что этот шок, недоверие – это самое меньшее из эмоций, которые вызвал этот доклад. Никто не верил, что аденокарсиновый прямой кишки можно лечить так же, как воскоклеченный рак анального канала, без радикальной резекции. Тем не менее, авторы продолжили свое исследование и в 2010 году представили более расширенный анализ, в котором показали, что, интенсифицировав режим мучевой терапии и дополнив его к консолидирующей терапии, они получили еще более оптимистические результаты, почти 40% полного клинического ответа при наблюдении в 65 месяцев. Общее выживание в 96%, бедицинское – 72%. И вот период с 2010 по 2014 годы ознаменовался интересом, при обзоре литературы можно увидеть значительный интерес к данной тематике, когда пациентам полным клиническим ответом выполняют локальное сечение для подтверждения степени лечебного подвоза. Это одна из многих статей за 2010 год, аналогичная – за 2011. Также статьи за 2012, 2013. Я не буду занимать ваше время переводом. Во всех из них говорится, что результаты оптимистичны, и данная методика должна продолжать исследоваться. И вот интересный обзор за 2014 год, основным резюме из выводов которого следует, что это многообещающая альтернатива тотальной мезоэктомоктомии, требуется дальнейшее исследование, пока не рекомендуется поменять вне клинических исследований. Но стоит отметить, что все эти годы по 2014 год с ведущими инициаторами были хирурги, которые активно пропагандировали локальное сечение с помощью медозики трансональной иномико-хирургии. Однако за последние годы ситуация несколько изменилась. Видимо, происходило какое-то осмысление, понимание накопленного результата. И мы должны понимать, что, выполняя локальное сечение, с какой бы технику мы не использовали при этом, мы скусываем только верхнюю часть айсберга, оставляя в глубине мезоэктома фиброзные ткани, которые ранее были опухолями. И именно оттуда и возникают рецидивы. И за это время лучевые диагностики также накопили достаточно большой опыт. И мы можем видеть, что наиду с оптимистичными статьями по использованию магнитно-изонансной томограммы для динамического наблюдения пациента после локального сечения. Появляются статьи, в которых используются нехирургические методы оценки эффекта. И вот последняя очень интересная статья, вышла буквально месяц назад, всемирно известного профессора Джина Браун. Также приятно отметить, что и выпускница нашего центра, Светан Балясенко, также участвует в этом, в котором ни слова не говорится о необходимости локального сечения. Более того, говорится о негативном влиянии его, так как возникают рубцы, и это затрудняет потом динамическое наблюдение за данными пациентами и возможность выявления рецидива. И, в принципе, на этом, наверное, можно закончить доклад, если рассматривать эту статью как реквием по локальному сечению. Но, тем не менее, хирурги-онкологи сделали из Голландии под руководством профессора Маник Маас, сделали под анализ и установили, что вероятность полного ответа обратно пропорциональна Т1 символу опухоли. И чем меньше стадия опухоли по символу Т, и чем меньше размера, тем больше вероятность полного ответа. Это наши собственные данные, которые также подтверждают. Я хотел бы покомментировать, что те данные, которые представлял предыдущий докладчик по частоте 19% при полном ответе из нашей статьи, это данные о эффекте лучевой терапии у пациентов с местно распространенными неизъектальными Т4 опухолями, выходящими за пределами изъектальной фасции. А при Т1-Т2 стадии у нас частота патоморфоза полного ответа 82,5%. Таким образом, родилась идея предложить химио-учевую терапию именно данные когорти пациентов, которые по классификации АСМО классифицируются как ранний рак, то есть Т1-СМ2 до Т3-Б. Так как у них наибольшая вероятность полного ответа. И при достижении полного ответа у таких пациентов вероятность поражения Лифолу в медалейском 3%, что сопоставимо с результатами после радикальных резекций. Таким образом, химио-учевая терапия у пациентов с ранними стадиями рака и локальное исчечение в разрешении полного ответа является онкологически адекватным. И сопоставимо минимальным процентом осложнений в отличие от радикальных резекций, которые имеют свой процент осложнений, естественно. И вот одно из исследований КАКЦ из Нидерландов, куда включались пациенты опухолем Т1-Т3. Т1-СМ1-2 исключаются как подлежащими локальному исчечению без ручевой терапии. Доза ручевой терапии 50-Грей на фоне приема каптостабина и результаты 50% органцесохраняющего лечения. Аналогичный исследований АСУЗОК отличалось из Северной Америки. Отличалось тем, что добавлялся оксалиплатин в схему лечения, однако автор отмечает высокую токсичность. Тем не менее, более 60% органцесохраняющего лечения при ранних стадиях рака. Аналогичный исследований ГРЕКАР тоже 50% органцесохраняющего лечения. Их таких исследований, на самом деле, много. И профессор Сьера Рацил производит аналогичное исследование. Сейчас идет завершенное исследование ТРЕК в Великобритании, когда пациентам пожилым давалось, проводил сручевая терапия 25-Грей с локальным высечением. Сейчас идет старт-трек, но их, на самом деле, много, не будем отвлекаться. И вот наше исследование. Это протокол клинической апробации Минздрава России, номер 3070. Критерия включения, который является пациентом раком приема опечки до 10 см от ануса, стадиям до Т3Б, размер опухоли не более 4 см в диаметре и отсутствие лимфоузлов свыше 5 мм. И, естественно, расстояние до мезектальной фасции 2 и более мм. И отсутствие признаков лимфовоскарной инвазии под данным МРТ. Схема лечения такова, что пациентам проводится химио-лучевая терапия на фоне приема каптостабина в суммарной дозе до 56 Грей. В период реализации эффекта лучевой терапии пациенты получают каптостабин в монорежиме 2 курса в дозе 2000 г на метр квадрат. Оценка эффекта происходит через 8-12 недель. Пациентам с хорошим ответом проводится дополнительно 4 курса конститурирующей химиотерапии. И все это занимает до 6 месяцев. И вот после 6 месяцев лечения, когда пациент приходит на очередной контрольный осмотр, принимается решение о необходимости или возможности выполнения локального сечения с помощью трансфональной эндомихирургии. Удлинение интервала времени имеет свою логику, так как по международным данным, так и по нашим собственным. Удлинение интервала только приводит к увеличению частоты полного клинического ответа. Со стороны это может показаться, как игра в наплеске пациентам, однако, тем не менее, наши результаты 26 пациентов, 7 находятся все еще в процессе лечения, 19 завершили лечение, у 18 полный клинический ответ, подтвержденный патоморфологически. У одного пациента мы получили YPT2, соответственно, ему выполнено ТМЕ, как комплексно в суде. Медиан наблюдения 27 месяцев. И также хотелось бы познакомить аудиторию с международной базой данных, которую по изучению данного вопроса по состоянию на ноябрь прошлого года более тысячи пациентов уже занятия на базу и периодически определенные выводы из статьи публикуются. Ну, все еще нужно время, конечно, чтобы осмыслить эти результаты. Наша клиника единственная от России, кто участвует в данном исследовании, найдутся ведущими клиниками Европы и Америки. Таким образом, суммируя, я хочу сказать, что в 21 веке персонализация лечения и объединение усилий лучших онкологов, терапевтов, химиотерапевтов, патоморфологов, лучевых диагностов только может привести к наиболее эффективному эффекту лечения. И если сейчас отвечать на вопрос, есть ли место локального исчезновения у пациента с полным ответом, я бы, наверное, ответил, что больше да, чем нет. Но, опять бы, повторил бы, что это многообещающая альтернатива радикальной операции, требуется дальнейшее исследование и пока не рекомендуется применять вне клинических исследований. Благодарю за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok